Библейский портал экзегет.ру представляет Второе послание к Тимофею, библейский портал экзегет. Я, Андрей Десницкий, читаю свой перевод с краткими комментариями. Послание короткое, послание простое. И оно, тем не менее, интересно чем? Как и первое послание к Тимофею, это наставление руководителю христианской общины. Второе поколение, вот, скажем, Павел, ну и другие апостолы, это первое поколение, то есть те, кто основывают эти общины. А дальше общин становится много, они не могут в каждой присутствовать. Они рукополагают, уже тогда этот обряд был, разных новых руководителей этих общин. Ну, а дальше они дают какие-то им наставления. Что главное, да, вот, что главное для руководителя христианской общины. Об этом и первое послание к Тимофею, и второе, и послание к Титу. Ну, вот мы сейчас читаем второе к Тимофею. Павел, апостол Христа Иисуса по воле Божьей ради той жизни, которую он нам обещал во Христе Иисусе, Тимофею возлюбленному сыну. Благодать, милость и мир от Бога, Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Обычное приветствие в начале, но важно, что он здесь упоминает, что он апостол по воле Божьей ради той жизни, которую он обещал. То есть он апостол не потому, что его кто-то им сделал, а потому, что Бог так захотел. И он апостол не для того, чтобы самому этим хвалиться и радоваться своему положению, а для того, чтобы жизнь эту как раз нести людям, да, для того, чтобы эту весть в мире распространять. И Тимофей как сын, вот этот принцип духовного отцовства и сыновства, он уже в Новом Завете с самого начала присутствует. Я благодарен Богу, которому добросовестно служу, продолжая дело моих предков. Интересно, что его предки это фарисеи, Павел так о себе говорил. Ну и, соответственно, он продолжает их дело, да. Как раз он нигде не говорит, я отказался от всего там иудаизма, хотя он говорит, что закон он считает уже сейчас ничем. Но это развитие, это продолжение того же самого служения. «Днем и ночью я непрестанно поминаю тебя в молитве, и желанная встреча с тобой наполнила бы меня радостью. Я ведь помню о твоих слезах, не забываю о непритворной вере, которая есть у тебя. Прежде жила она в бабушке твоей Лаиде и в матерь Евнике. Я уверен, что живет она и в тебе». Вот это история второго поколения христиан, это сын уже христианки, более того, внук христианки. Ну, видимо, бабушка и мать одновременно пришли к вере, но он уже воспитан в этой вере. Он уже тот, кто не первым совершил выбор. И поэтому можно быть уверенным, что вот в этой семье он получает не просто какое-то образование, воспитание, но получает этот дар веры. И мы наблюдаем буквально по этому тексту, как рождается эта преемственность христианских поколений. «Именно поэтому я напоминаю тебе, ты получил Божий дар с возложением моих рук, поддерживай этот огонь». Смотрите, как интересно, он рукоположен, да? Казалось бы, он мог сказать, ты рукоположен, там, пресвитер и епископ, и тогда еще не очень разделяли эти два понятия. А он говорит, смотри, ты воспитан в христианской семье, и этот Божий дар стал дополнением к воспитанию. То есть нет никакого автоматизма, взяли, кого попал, возложили на него руки, он стал пресвитером-епископом. Нет, это сложный процесс возрастания, где одновременно и воспитание в семье, и вот это рукоположение, и поддерживает этот огонь, его собственная инициатива, потому что можно же все это утратить, если не поддерживать. «Дух, данный нам Богом, дух не страха, но силы, любви и благоразумия. Так что не стыдись свидетельствовать о Господе нашим или обо мне, ведь я стал его узником». То есть, смотрите, с одной стороны дух, с другой стороны выбор человека. Дух есть дух силы, любви и благоразумия, не стыдись свидетельствовать. Следуй этому выбору, да? «Раздели эти страдания за Евангелие, мои страдания предполагается, Бог придаст тебе сил. Он спас нас и обратил к нам свой святой призыв, но не по нашим заслугам, а по собственному замыслу и по благодати, которую он нам даровал во Христе Иисусе прежде времен вековечных. Открыл только теперь в явлении Спасителя нашего Христа Иисуса». Оказалось бы, зачем здесь это? Он напоминает о каких-то основах веры, но он в очередной раз привязывает практические призывы, да? «Проповедуя Евангелие, раздели страдания за него» со смыслом, зачем все это делать. Не просто, чтобы помучиться как следует, а для того, чтобы ответить на этот самый призыв, который даровал во Христе Иисусе прежде времен вековечных, «Открыл только теперь в явлении Спасителя нашего Христа Иисуса. Он уничтожил смерть и зажег евангельский свет нетленной жизни. Я поставлен вестником, апостолом и учителем язычников, несущим эту весть». Вот очень важно, да, это не просто должностная инструкция от кого-то кому-то, абстрактно, не просто личное письмо, там, дорогой Тимофей, рад буду тебя увидеть, там, веди себя хорошо, но это одновременно все встраивается в общий контекст учения об оправдании, о спасении, то, что во всех посланиях новозаветных мы находим, и это все не просто личное отношение, но это отношение внутри этой самой общины. «Вот потому я и терплю такие страдания, но стыдиться мне нечего. Я знаю, кому доверился, уверен, что он способен сохранить мой залог до того самого дня». А мой залог – либо то, что я даю Богу, либо то, что я принимаю от Бога. Залог – это просто, это в торговой практике мы подписываем какой-то большой договор, и небольшая сумма платится сразу, как залог того, что мы всерьез подписали, а не просто так от нечего делать. Соответственно, либо я даю Богу вообще всю свою жизнь, но вот что-то какой-то, свой конкретный труд как залог, либо я принимаю от Него дар Духа, который еще далеко не все то, что от Бога я надеюсь получить, но свидетельство того, что Он действительно всерьез это хочет мне дать. Соответственно, Бог способен сохранить до того самого дня, до дня, когда все наконец решится, до дня второго пришествия, до дня установления какого-то должного порядка вещей. «Образец здравого учения ты услышал от меня, с верой, любовью во Христе Иисусе, сохрани же этот залог силы Духа Святого, живущего в нас». И у тебя есть залог. Это еще не все, но это образец этого, то, с чем можно сравнивать учения, которые либо ты преподаешь, либо от кого-то слышишь. «Ты знаешь, что все в Асии от меня отвернулись». Асия – это провинция. «Ифигел с Гермогеном тоже. Да будет милостив Господь к дому, а не Сифера. Он часто ободрял меня, не стыдясь того, что я узник. А когда он оказался в Риме, то спешно меня разыскал. Пусть Господь будет к нему милостив в тот самый день. А как он помог нам в Эфесе, ты знаешь лучше меня». Ну и одновременно Тимофей оказывается одним из многих, причем одни помогают, другие отворачиваются. Но вот это жизнь, и в этой жизни нет лишних посторонних людей. Каждого Павел так или иначе упоминает. Во второй главе будет уже подробнее наставление для Тимофея. Продолжение следует... Продолжение следует...